Сегодня мы начинаем снимать новую серию Киевской амплитуды. Кам мы будем идти, тут мы снимаем уже от метро Брожьбы народов и будем показывать еще что-нибудь интересное. По пути найдем что-нибудь интересное показать, ну кроме мусорных баков, их и так много в Киевской амплитуде, где равна как и мусора, вот тут раньше был жерк, а что сейчас я не знаю. Кстати, в Весенце надо снять какие-нибудь фильм киевский, помойки. Да, а есть же такой блогер, он снимает серию по помойкам, ищет там радио или электронику. Так, вот мы сейчас идем дворами проходными к улице Кеквидзе, оттуда свернем к институту проблем прочности, а затем по улице Зверенецкой мы доберемся до ботсада. Сейчас вот будет лестничка. Так, вот мы подходим к лестничке металлической, она спускается на улицу, я не помню какое, а мы пройдем дворами, вернее, пройдем по тропе давай так быстрее. Вот, могли бы спуститься по гулкой лестницы, но спустимся так. Это же интересно. Да, тут своеобразные ступени такие. Киевская амплитуда не ищет прямых путей. Вот тут смотри какой-то резервуар, давай посмотрим что за резервуар. Видишь, какая-то хренотень, бетонная хренотень, непонятно все. Мы сюда не зря забрались, вот этот ровный пригорок, так вот мы выбрались к улице Киквидзе и видишь такие ровные очертания пригорка. Так вот тут раньше было немецкое кладбище, литеранское кладбище, вот его территория. Оно показано на дореволюционных картах. Вот, собственно, мы стоим на кладбищенской земле. Так, вот я сейчас еще покажу ровный край такой вот идет туда. Ну а мы спустимся по лестничке вниз. А напротив, вот там где местность Пятачок, там было православное кладбище через улицу Киквидзе. Да. Это кому-то домик. Да, причем дверка на замке, как видишь. То есть дом не для всех. Выбрались к улице Киквидзе и там местность по названию Пятачок, а мы идем туда. Вот туда пошла улица Киквидзе. Сворачиваем дворами так быстрее. Вот, Киквидзе, дом номер три. Мы находимся в местности под названием Пятачок. Вот там у меня за спиной раньше было православное кладбище. Вот, оно покрывало всю местность Пятачка. Ну а мы идем со стороны лютеранского бывшего кладбища. И мы идем в сторону еще одного исчезнущего кладбища, Братского, которое находилось на территории нынешнего института проблем прочности. Вот мы сейчас выходим к улице Подвысоцкого. С Пятачка на Подвысоцкого выходим. Давайте свернем вот туда. Вот мы чешем к повороту на Подвысоцкого. И там, в низине, поныне в коллекторе начинается речка Бусловка. Известная своей вкусной водой до революции. Водовозы сюда со всего Киева сходили. Все там такой яр, он застраивается с другой стороны. И там речка Бусловка. Так, вот мы выходим на стык Евгении Бош улицы и Подвысоцкого. Сейчас улица Евгении Бош переименована в Катерину Белокур. Народная художница очень хорошая, кстати. Вот мы сворачиваем сюда. Вот там тот яр, где начинается Бусловка. Я сюда сверну, чтобы попробовать показать. Вон там стройка уже, стройка века. Ну, а мы пройдем так. Вот такой, там в глубине яр. Но мы туда не идем, мы идем туда дальше. Вот сейчас надо сделать панораму застраиваемого яра. Там лежит улица Киквидзе. Вот там институт проблем прочности. Раньше тут были гаражи, вот слева. А сейчас вот опорная стена какая-то. новая. И вниз тоже уходит яр. Мы сейчас смотрим в сторону улицы Киквидзе. Там под Высоцкого. Там Киквидзе. Влезли новые кварталы. Внизу, в низине под западным краем Бусовой горы. Есть еще старая застройка. Вот она. Я стою на западном склоне Бусовой горы. Вот где-то там. Раньше начиналась, ну и сейчас под землей, речка Бусловка. Все в пустырь. Но мы выходим сюда, к перекрестку, к пригорку, к холму с институтом проблем прочности. Вот тут справа были гаражи. Так. Вот туда пошла улица Подвысоцкого. Вот. Так. Сейчас мы... Хорошо? Сейчас я влезу сначала. То есть, когда ты будешь двигаться ко мне, я двигаюсь к тебе. Там уже включена что? Она уже включена, вижу. Вот она гора института проблем прочности. Тропка уходит влево. Как все заросло. Раньше тут был свободный проход. Я обойду. Несколько десятилетий назад я тут жил и гулял с моей собакой. Вот. Много лет назад я гулял тут со своей собакой. Утром мы гуляли в ботаническом саду, а вечером в округе института. И вот мы ходили по этой стене, поднимались на холм. Наверху находится за кустами, давайте покажем, холм, институт проблем прочности. Он занимает место бывшего братского кладбища, возникшего во время Первой мировой войны. Раньше вот тут был пустой склон, поросший травой. И на нем выпасали козы. И однажды эти козы, ну они все время какали, но однажды они накакали особо много. Я встал и просто поехал вниз, без остановки. Так, такая история жизни. Давайте спустимся вниз. Раньше я никогда не мог заглянуть сюда, тут стояли гаражи. Сейчас я могу и заглянуть, и снять панораму, но панорама меня не радует. Я сделал какую-то историю здесь это стеб学. Я посмотрел, посмотри, это riding в чемпании нет, аиша жиров mare기 жиров. А я стоял. Я делаю, чем-то лаковать. Чolly Uk Chee. Вот там наверху раньше шла тропа, то есть тропа шла по низу и тропа по верху, можно было ходить, ну а зарослей этих не было, они выросли в два последних десятилетия. Вот мы на перекрестке, вот мы выбрались на угол Зверинецкой и раньше по ней от Ботсада шел трамвай, вот оттуда туда. Это была уже перенесенная ветка, сначала ветка до революции заворачивала в сам Ботсад до Ионинской церкви, а потом ее, ну на время маршрут прервали, а потом перенесли и вот туда. Так, смотри, вот это, ну про братское кладбище тут сказано. Вот мы все еще идем вдоль забора института проблем прочности, я снова наступаю Коле на ногу и вот видите этот пригорок ровный все тянется, ровный пригорок. Вот этот пригорок, на нем и стояло братское кладбище. Справа раньше вместо новых теремов был частный сектор. Мы свернем туда по тропинке наверх, чтобы добраться до опорной стены. Так как-то проще, заодно панорамку сделаем у уцелевшей местности. Пошли. Пошли. Я тут тоже с собакой гулял, вот тут мы шли, но чаще мы шли внизу с Бобиком. Было в 90. Сюда, кстати, тоже не ступала нога краеведов. Вот там сооружение института проблем прочности стоят на костях буквально. Вернее, как, кладбище после, ну, начиная, в принципе, с Первой мировой, оно было в запустении. И потом, кажется, в конце 40-х или в начале 50-х, в общем, стали сооружать институт проблем прочности. Ну, и использовали церковь на братском кладбище использовали. Сейчас, вот мы за угловым домом. Вот мы выходим на угол к ботсаду. Мы начинаем спускаться по улице Тимирезиска и вдоль ботсада. Вот я тут, тут в 80-е, в начале 90-х просто рай был зимой, дети катались на санках. Справа был частный сектор. Вот там, где сейчас эти терема, там был уютный частный сектор. А тут вот на великах мы катались. Участок вьющихся растений. Место бывшего еврейского кладбища. И вот там, где Кленовая аллея, это была улица Еврейско-Кладбищенская. Здесь, на Тимирязевской, остался, можно так сказать, последний из магикан. Старый домик. Сейчас мы к нему подойдем поближе. Вот тут все изменилось. Тут в конце 90-х стояли развалины дома частного. Я нашел там Пушкина пиковую даму. Вот такой старый домик. Ну и классический вид улицы Тимирязевская. Вот там впереди строение хоз двора. Сейчас мы заберемся. Вот мы сейчас сюда выходим. Что они там построили? На моей памяти там не было вот этой вот деревянной какой-то штуковины. Что-то. Вон здание хоз двора. Сейчас посмотрим, какого года этот домик. В 80-х он был покрашен в синий цвет. Так. Это домик 1936 года. Идем дальше. Это возле магазина саженцев ботанического сада. Вот это магазин саженцев ботсада. В нем очень приятно пахнет землей мокрой и цветами. А вот до сюда я доезжал сверху от ботсада доезжал на санках. Было очень классно. Рядом со мной бежала моя собака Бобик. А тут был частный сектор вместо этого всего. А вот напротив въезда в хоз двор еще одна хатка. хоз двор и его здание. А вон неутомимый автодор трудится и ремонтирует низовье улицы Тимирязевской. Вскоре мы будем проходить мимо школы. Я не помню ее номер. Школа с самолетом. Вот идет переулок. Или тут или чуть выше. Переулок Гастел. А вот он. Переулок Гастел. Раньше к нему вот с той стороны ботсада спускалась дорога ведущая из местности Караваевщина. И она пересекала ручей по Гати. Там вот за забором где идет Коля. Ручей. И она пересекала и уходила вот этим переулком Гастелло. На месте частного сектора возник ЖК такой. Один, второй. Кстати, с ней видишь цветы? Это звезда покрашенная. Да. Вот школа, знаменитая школа с самолетом. Старенькая школа. Замечу, что вот там, вот там где видишь елки, там очень есть живописный прибор. Город. Вот надо будет его показать в серии про ботса. Там очень классная местность. А тут остановка Темирязевский переулок. Школа, ЖК и убитый хмелем и диким виноградом забор ботанического сада, за которым скрывается ручей, который мы вам с Колей показывали в фильме. Ой, где же мы его показывали? Киевская Суита. Мы прошли открытый участок русла этого ручья, сняли его. Но туда стоит вернуться, потому что позже мы нашли там еще кое-что интересное. Наконец-то мы дошли до Незо-Тимирязевской. Выбираемся почти к низу самому. На пригорке, вот куда сейчас направлена камера, там за ним Зверенецкий переулок и маленькие остатки госпитального кладбища. Это кладбище возникло. Вот мы приблизились к местности Теличко. Верхняя Теличко это где ботсад, вот чуть выше, а нижняя Теличко там. Почему местность так называется? Потому что то ли в 17 веке, то ли в 18 был такой крестьянин, подданный Выдубицкого монастыря Теличко. Он держал питейный дом. Потом его семья разбогатела и уже к концу 19 века на местности нынешней Теличко известна деревня Теличко. Вот. Но сейчас мы свернем на пригород, подойдем к остаткам госпитального кладбища. Угу. А кстати, а почему вот это даже стрёмнократный верхняя и нижняя Теличко? Ну вот так разделили. Оно как-то в какой-то момент разделилось или нет? Да оно как-то разделилось. Так, сейчас сворачиваем. Вот тут где зеленстройщики сейчас, вот их тут база. Тут тоже раньше был кирпичный завод, а потом очень классное удолье с родниками, с глинистым склоном и возможно остатками первобытной стоянки. Сворачиваем вправо. Вправо? Да, поднимаемся к остаткам госпитального кладбища. Его немножко, его немножко облагородили, это кладбище. Сейчас вот мы к нему пока ползем, а мы с братом сюда доезжали с бастиона на велике. Ну, брат же, младше меня, я его вез на багажнике и мы слезали с велика и как бы так придумывали друг другу, что сейчас на нас будут нападать живые мертвецы. И самим становилось стремновато, и мы садились на велике, уезжали. Вот мы сейчас поднимаемся, вот телечка. Видны трубы ТЭЦ, потом там док, деревообрабатывающий комбинар. А, и вот это, кстати, с ними вот эту развязку по дырам. Да. Такая одна из самых сложных дорожно-транспортных развязок в Киеве. Да, и одна из самых шумных и самых мерзких. Самых сложных. Перекроившая всю местность. Да. После того, что водители здесь ездят, они очень сильно напрягаются. Да, так вот, вот остатки кладбища госпитального. Госпитальное кладбище раньше находилось на месте бывших глиняных карьеров кирпичных заводов. И вот от него уцелел такой кусочек. А раньше оно занимало, вот здесь еще частный сектор, вот Зверинецкий переулок. И посмотрим, какие тут могилки остались. Вот, очень немного в конце Зверинецкого переулка старый столб, немного крестов и памятный знак уже современный. Так, ну давайте посмотрим. Так, это могила Хривицкий Никон Иванович и Лукерия Семеновна. Умерли в 41-45 годах. Где-то тут была старая такая могила, на ней надпись «Маня 1812», вроде того. Уже этой надписи я не вижу. Давай посмотрим, что тут. Ермаков Валерий Петрович, могила 1975 года. То есть, достаточно современная. Да, еще. Вот, вот все, что осталось от этого кладбища. Тут мы видим ливневку бетонную. Давайте прочтем, что тут написано на этом памятном знаке. Встановлено на вшанувание памяти воинів, которые полегли за вызволение Болгарии от Османского ярма 1877-1878 годов. Ну, и предположу, что мы стоим сейчас над их прахом. От могилок не осталось ни холмиков, ни каких-либо иных знаков. Продолжение следует...